В наступающем году таксисты будут работать по новым правилам. Агрегаторы должны будут открыть представительство в крупных городах, ободители, оформить ИП или самозанятость. Несмотря на то, что закон вступит в силу только в следующем сентябре, многие таксисты уже сейчас обеспокоены переменами. Подробнее в теме разобралась Дарина Иранцева. Забирайся украсить салон гирляндами, снежинками какими-нибудь, игрушками. Чтобы новогоднее настроение у пассажиров было. А вот осенью таксистам придется украшать машины уже по-другому. Ставить на крышу оранжевый фонарь и шашки. Теперь это написано в новом законе, который приняла Госдума. Впрочем, изменений там гораздо больше. Главное, таксисты теперь будут обязаны открывать ИП или регистрироваться как самозанятые. Когда у нас что-то новое принимается обычно, в любом случае это ведет к удорожанию. То есть вырастут затраты перевозчиков, соответственно, скорее всего вырастет стоимость проезда. Новый закон будет выводить бизнес из тени. Дело в том, что сейчас большинство таксистов работает нелегально. Если мы сейчас возьмем рынок такси, то в отрасли сегодня порядка двух миллионов водителей такси работает. Это по данным аналитического центра. Если мы возьмем легальность водителей такси, то количество разрешений сегодня составляет чуть больше 320 тысяч. И из этих 320 тысяч разрешений, разрешения родятся на автомобиль, из них 155 тысяч – это Москва и Московская область. Новый закон почистит ряды таксистов. Подрабатывать через агрегатор станет просто невозможно. Очень много уйдет, но я думаю, порядка будет больше. Я считаю, что порядок в такси нужен. Потому что кто хочет, тот и работает. То есть есть телефон, программу закачали, он в нем работает менеджером, к примеру. А выходные, почему бы мне поехать в Яндекс.Такси не заработать? Если число таксистов снизится, то цены на поездки вырастут. Закон ударит по кошельку пассажира. Впрочем, сами водители этому только рады. С такими зарплатами, как сейчас, далеко не уедешь. Расценки менялись практически 15 лет. То есть подорожало такси за последние, скажем, полгода, чуть-чуть. Но на самом деле стоимость топлива, стоимость частей запредельная. Машины сейчас новые не купить. Все очень на самом деле сложно. Остались мы старые, только вот еще работаем. А так тяжело стало. К тому же новый закон запретит таксовать людям с судимостью и тем, кто имеет больше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Также депутаты хотели, чтобы таксисты ездили только на российских автомобилях. Но в третьем чтении от этой идеи все же решили отказаться. Дороген Геранцева, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.